Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим курицу с подливой и отварной картофель. Для приготовления нам потребуется 800 грамм картофеля, я взяла некрупный, поэтому разрезать его не буду. Также нам потребуется 500 грамм курицы без кости, я взяла мясо с бедер, получится более сочное мясо. Половина сладкого болгарского перца, примерно 80 грамм, луковица весом 150 грамм, 120 грамм сметаны, 80 грамм томатной пасты, 2 столовые ложки соевого соуса, столовая ложка горчицы, соль и при желании можно добавить еще любые специи. Некрупно нарезаем лук. Смешиваем не очень крупно порезанную курицу, добавляем туда лук, добавляем перец, порезанный узкими полосочками, можно добавить замороженный. Добавляем 2 столовые ложки соевого соуса, добавляем столовую ложку горчицы, томатную пасту, у меня сегодня томатная паста с базиликом, можно взять обычную, сметану, то есть добавляем все сразу и добавляем чайную ложку соли без горки. Теперь необходимо все хорошо перемешать. Перемешиваем и оставим мариноваться минимум на 15-20 минут. Курицу порезали специально не очень крупно, в принципе этого времени должно хватить. При желании можно оставить мариноваться и подольше. Маринуем при комнатной температуре, так мясо, курица быстрее маринуются. Итак, курица у меня замариновалась. Теперь корзину пароварки в 2 слоя стелим в фольгу и выкладываем курицу вместе с овощами, вместе с соусом. Все аккуратненько. В чашу мультиварки я налила литр воды, выкладываю картофель, я его порезала на половинки. Картофель полностью покрыт водой. К картофелю добавляем чайную ложку соли, сверху устанавливаем корзину пароварки и закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме пароварка, у кого-то это варка на пару, пар называется по-разному. Добавим время, чтобы успела приготовиться и курица и картошка, нам необходимо 50 минут. Нажимаем старт, отсчет времени начинается сразу. Время истекло. Вот такая курица получилась. Аккуратно ее перемешаю, вот там подлива, то есть подлива она сохраняется. Ну и вот такая картошечка. Мы видим, часть подливы чуть-чуть убежала, можно фольгу делать чуть повыше, до самого верха чаши. Тогда подлива останется вся в курице. Картошку я посыпала укропом, курицу посыпала рубленной петрушкой. Чтобы подливка была чуть пожиже, я добавила жидкость из-под картошки в подливу. Тогда получилось замечательно. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!